Продолжаем работу с библиотекой МЭШ и познакомимся с теми рабочими столами, которые специально созданы для педагога в самой библиотеке. Первый рабочий стол называется «Мои материалы» и он находится на левой панели библиотеки. Входя в «Мои материалы», мы сразу можем увидеть, какие материалы размещены в этих корзинах и, соответственно, либо создать новые корзины, либо перемещать материал, либо его удалять из этих корзин. В «Моих материалах» находятся четыре обязательные корзины. Моя корзина, учебники, сценарии уроков и тесты, которые созданы в самой библиотеке, и их невозможно тем или иным образом заменить, либо удалить. Все остальные корзины по фамилиям, по номерам классов, по учебным предметам и другим критериям вы можете создавать сами и, соответственно, размещать в них необходимый образовательный материал. Для чего служат мои материалы? Это рабочий стол педагога, куда он может загрузить любой материал и хранить их в онлайн-доступе на ресурсах самой библиотеки Mesh. Этот материал не прошел модерацию, он является черновым и он используется педагогом для создания новых материалов, для создания сценариев интерактивных уроков, для создания электронных приложений. Второй рабочий стол, который может использовать педагог в библиотеке Mesh, это рабочий стол избранное, который также находится на левой панели библиотеки Mesh. И рабочий стол избранное представляет избранные материалы из образовательных ресурсов библиотеки, фактически такую книжную полку, которую мы откладываем себе в папочку для последующей работы на уроке, либо создания новых образовательных материалов в самой библиотеке. Независимо на каком столе вы находитесь, мои материалы или избранные, вы в любой момент можете создать новую папку. Для этого надо нажать кнопку «Плюс новое» и появившуюся новую папочку переименовать непосредственно с тем материалом, который вам нужен для учебного процесса. Ну, например, мы создаем с вами папочку «Первый класс» для того, чтобы сюда размещать все необходимые ресурсы, учебники, учебные пособия, тестовые задания, дополнительные материалы, сценарии уроков, которые имеют отношение к первому классу и которые вы можете использовать в образовательном процессе. Для того, чтобы эту папочку переместить или удалить, можно воспользоваться двумя приемами. Первый прием. Когда мы выделяем эту папочку галочкой, нажимая на левую клавишу мыши, и, соответственно, нажимаем кнопку «Переместить» либо нажимаем кнопку «Удалить». Второй вариант работы – это фактически когда мы подводим курсор к папке и, как в стандартном пакете «Офис», открываем правой клавишей «Окно» и выбираем переименовать «Удалить». Соответственно, удаляя эту папочку, выскакивает подтверждающая таблица зеленого цвета, которая подтверждает, что действие совершено правильно. Когда выскакивает табличка красного цвета, мы имеем дело с случаем, когда вы совершили неправильное действие на портале и, соответственно, нужно его повторить. Чем отличаются папки «Мои материалы» и «Избранные»? Самое главное – это то, что в «Избранном» вы можете хранить только те ресурсы, которые вы сохраняете из библиотеки Mesh, а в папочке «Мои материалы» вы сохраняете по умолчанию все материалы, которые вы сами загружаете на портал библиотеки электронных материалов Mesh. Именно с этим мы с вами и будем работать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...